Дорогая церковь, братья и сестры, хочу в этот вечерний час пред лицом Господним, к ногам, к которым мы пришли, не поленились, оставившись свои дела, преодолели расстояние в комфортных автомобилях, имея такую привилегию в теплом, родненьком, молитвенном доме, поклоняться Ему, прославлять имя Господне, назидаться и учиться, чтобы быть совершенными учениками. Иисуса Христа, невзирая на то, что нам уже и года, и седины, но во славу Божью мы сегодня на этом месте. И хочется сказать вместе с вами слава Иисусу Христу. Меня зовут Александр, фамилия Швец, я поделал образование здесь, еще братья как бы призывают, третий раз в Америке, в этой благословенной стране, куда переселил вас Бог, продолжать трудиться, продолжать жить и немалую, оказывать еще и помощь с тех мест, где вы в свое время выехали. Я живу в Кривом Роге, длинный такой город, горняков и шахтеров, 126 километров, тружусь уже 13 лет в деле образования, ответственный за колледж, который покрывает потребности, в первую очередь, церквей Украины, в Тружениках на Неве Господнем, ответственный за программу в двух институтах, в Кривом Роге и в Виннице, и участник, главный редактор газеты, печатное слово, которое иногда заходит туда, куда уже не может вступать нога евангелиста, невзирая на то, что на Украине еще сохраняется религиозная свобода. Благодарю Бога, что предоставили братья такую возможность немножко поделиться на вот эту тему в тематическом вечере о силе прощения. Я хотел бы вместе с вами ответить на два вопроса, чтобы оно было как-то предметно и не размыто, хотя сегодня красной нитью, братья говоря, на эту тему упомянули о том, что сам Христос говорил, что лучшее место, где бы нам заняться хорошенько, плотно вопросами прощения, это надавить две точки под коленами в молитве и в таком положении искать лица Господнего, если кто имеет на кого обиду, если я обижен или обидел, в этом месте самое наилучшее и правильное переложение перед Богом, все-таки совершить прощение. И тогда и нам проститься, чтобы не нести этот тягарь. И я думаю, что очень многие имеют такую сжатую пружину внутри. Меня кто-то обидел. Я ношу это явных признаков прощения со стороны обидчика. Я не видел. Худший вариант, я кого-то обидел. Но так как бы и прав был. И вот этим самооправданием, таком мелочном, продолжаю ходить, но совесть-то неподкутный адвокат, она же на месте, где-то какой-то дискомфорт. А я ее все в тайный уголок откладываю. Помню, была конференция молодежная, и один из служителей спросил зал молодежью наполненной. Скажите, поднимите руки, друзья, кого хотя бы один раз в жизни обижали? Ну, только честно, подняли руки, высоко подняли руки, да? Потом задает следующий вопрос. А кто из вас хотя бы раз в жизни кого-то обижал? Две руки так, знаете, сюда локоток поближе, и так, чтобы желательно не очень видно было. Лес рук опустился. Мы не очень любим за это говорить. И сегодня два вопроса. Кто способен прощать? И второй вопрос. Что нужно для того, чтобы прощать? Чтобы эта сила прощения высвободилась и вошла очищающей струей в мою жизнь? Может быть, сняла эту бетонную плиту, которая меня давит? Потому что можно любить Бога сколько угодно, Но когда мы сталкиваемся между собой, и вот этими своими шероховатинками, да? Колючечками такими, вот, даже говорят и языки шершавые, как сцепляться друг с другом, трудно расцепить. И вот когда мы начинаем тереть друг друга, а тогда мы понимаем, что мы есть. И Павел говорит, чтобы вы были, не оказалось не то во Христе Иисусе. Не то. И братья сказали, что самый превосходный вариант для христианина – это начало, это просто благодатная такая почва к тому, чтобы научиться прощать. У нас два вопроса, на которые мы ответим. Кто способен прощать и что нужно для того, чтобы простить? Вот этой основой является характер тей Христа, где? Во мне. Это понятно. Но, во всяком случае, это не место, кафедра и церковь, не место только для девизов. Правда так? Давайте разберемся. Сидели мы со служителями, рассуждали, дал Бог возможность нам, прежде чем начать свое образование высшее, отучиться в магистратуре. Библейское учебное заведение, где ученики делали то, что и в Первой апостольской церкви, изучали Писание. И хорошо, если есть старшие братья, есть сведения, они всегда энциклопедии и комментарии помогут. И вот кто-то из епископов, но студент магистратуры на то время, как-то завели речь, и сколько достается служителям от дорогесеньких членов церкви, которые имеют характеры. И мы взяли это слово, благодаря тому, что сейчас есть ресурсы, и начали искать. Начали искать в своей хорошей, прекрасной синодальной русской Библии. Вот, взяли симфонию, искали-искали, и такого слова не нашли. Оно не упоминается ни разу. Апостолы употребили пять тысяч слов, чтобы написать Новый Завет. И среди этих пяти тысяч слов это слово все-таки есть. Только на языке, на котором писался Новый Завет. На каком языке писался? Я думал, что слово «характер» это слово русское, старославянское, ничего подобного. И оно есть в Новом Завете. И это место записано в первом послании евреям апостола Павла. Прошу прощения, первая глава послания к евреям, третий стих. Всего-навсего первая половина стиха. Я прочитаю в контексте, как она написана. Если оператор вывел, то я прошу поддержать эту надпись. Мне понадобится она, чтобы немножечко рассудить. Я читаю в контексте третий стих евреям первой главы. «Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога Отца». В контексте. Так оно звучит. Вот такая половина. Пусть пока, оператор, подержите вот это место. Тут нет слова «характер», потому что переводчики взяли слово «синоним» из греческого языка и перевели его словом «образ». Слово «характер» можно перевести как «образ». Некое подобие. И в греческом языке там, где у нас стоит в русской Библии «образ», там слово «характер». «Хипостасис» немножко непонятно, но это тоже не старославянское слово, это тоже слово греческое. «Хипостасис», оно обозначает сущность личности, если речь идет о живом, о личности. Сущность личности. Как охарактеризовать сущность личности Бога Отца? Как ее охарактеризовать? Каков он? Другими словами, какой его характер? То если бы прочитать на греческом, это было бы так. «Христос, будучи сиянием славы, и характер личности Бога Отца». Это тоже понятно нам, да? Если бы и такой вариант был, тоже понятно. Итак, он характер личности. Помните Бога Отца? Филипп, может быть, сам имел вопрос, может быть, с братьями разговаривали, а потом, улучив момент, где-то в передышке между иммунализацией и трудом напряженным вместе со Христом, но имел один вопрос, просто он его мучил. Этот вопрос не давал ему, может быть, покоя. Им хотелось, исповедав его с Сыном Бога Живого, Мессией, с которым произошла встреча, хотелось бы его знать. И казалось, что они его уже знают. И помните, Филипп, это 14 глава Иоанна, как-то поближе к Христу подсунулся и говорит, «Покажи нам Отца». Да? Ну, вот про Тебя мы все знаем уже. «Покажи нам Отца». И, наверное, в познании Бога, с учетом того, что мы видели в Тебе, плюс сейчас Ты нам покажешь Отца, и довольна для нас. То есть, душечка наша будет довольна. А вот все, что нам хотелось знать в духовном мире. И Христос так аккуратно, мудро, любяще, но она проникала глубоко до разделения души и духа. Говорит, «Филипп, Филипп, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня? Видевший меня, характер личности Бога Отца, видел Отца». Итак, Павел пишет, что Он был характером личности Божьей. И вы знаете, когда писали на греческом языке апостолов, это не их язык родной, это второй язык был, их родной язык был арамейский, но они взяли и ни одно слово не добавили, вернее, не переименачали, не изобрели из греческого языка. Они брали как есть. И чтобы передать сущность Бога Отца, Павел говорит, «Для этого и был послан Христос, единородный Сын Сущий в недре Отчим. Его было необходимо и достаточно, чтобы Он явил Отца». И не надо искать еще где-то какое-то откровение, чтобы лучше узнать Бога Отца. Достаточно посмотреть было на Христа. как жил, как думал, как отвечал, как учил, как реагировал на обиды, на похвалу и лесть, на критику, да, на несправедливость. Вот когда все это обобщить, так поступал сам Бог. Я не знаю, сразу ли понял Филипп, но у греков слово, ну, здесь у нас образ, слово «характер» обозначало два варианта. Это совокупность поступков или привычный образ жизни человека. И второй вариант – отчиск. Два значения этого слова, характер, употреблялось греками и в значении поступков поведения, и в значении отчиск. К чему я веду? Когда мы поступали на учебу или поступали на работу, то обязательно среди бумаг при оформлении на новое место работы или учебе нужно было представить такую бумагу, без которой не примут, все равно заставят ее принести, которая называется «характеристика». Мы понимаем, откуда это слово, название бумажки своей. От слова «характер». И что туда записывалось? Человек, который идет к вам на работу, по фамилии и имени такой-то, он имеет рост метр семьдесят, коричневые глаза, черный чуб или седой, как у меня, или нет. Не писали там такое? А что там писали? Поступки. Причем характеристику имел право написать человек, который знает нас не месяц, не неделю, и тем более не день, а хотя бы длительное время. Почему? Потому что характер состоит, ну, народ говорит, посеешь мысль, пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь, если поступки одни и те же, уже говорят не о поступке, о привычке, посеешь привычку, пожнешь характер. Ага. Характер – это нечто, даже народ подметил, что является привычными поступками человека. И в характеристике могли написать «за время работы на прежнем месте показал себя нерадивым, безответственным, недружелем, это не про нас». Да? То есть подмечено было нечто, что было постоянно проявлялось в силы веке. Это первое значение – поведение. Второе значение – оттиск. Когда мы понимаем, что Бог любовь свою излил в сердца наши Духом Святым, при этом что-то произошло. Произошло в лучшую сторону, надо сказать, но с таким моментом, который нельзя не подметить. И вот во втором послании к Коринфянам в первой главе, двадцать первым и двадцать вторым стихом, второе – Коринфянам, один, двадцать один, двадцать два. Павел пишет, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». За залог всегда слышать приятно. Мы уже искуплены, даже в духовном смысле посажены на небесах, со страхом совершаем свое дело спасения, чтобы быть там точно. А вот запечатлел нас вот это второе значение греческого слова «характер», которое переведено как «образ». Старшее поколение знает, еще в Союзе на почте есть сургуч. Мягкий материал коричневого света в горячем состоянии при подогреве, он сохраняет пластичность, то есть ее можно менять. И вот когда работник почты отправляет бандероль или посылку в нужном месте, которое не должно быть открыто, а аж владелец откроет по получению, на вот этот клапанчик, который должен быть под охраной, целостно, он вложил этот мягкий коричневый материал, работник почты, и что делал? Печать. И если хорошо поставил печать, то в преступном мире есть специалисты в кавычках, которые могут с этого четкого оттиска восстановить печать и ставить ее там, где уже и не надо. За что они и преступники. И так при хорошем оттиске можно знать оригинал. Как это перенести на духовную основу? Который и запечатлел нас, кем? Духом святым. И это как-то осталось на нас. Как-то проявляется. И внучка идет с собрания, с бабушкой, и говорит, бабушка, я что-то ничего не пойму, пастор в заключительной проповеди говорит, Бог такой большой, что земля там, ну, едва подножия ногам, вообще небо, небес, и земля не вмещают его. И в то же время он может жить в нашем сердце, таком маленьком. Как это может быть? Она говорит, ты знаешь, внучка, пасторный ошибся, так оно есть. Ну, она учится, дитя, да. Тогда она говорит, бабушка, а как это понять? Ну, понимаешь, дочка, если есть Бог в человеке, то это всегда видно. Его никуда не спрячешь. И в этом отношении он вроде бы и живет в сердце, и в то же время он в человеке, его видно даже снаружи. А, это когда я была меньшенькая, однажды взяла полотняную, из тканевую такую торбочку, сумочку, и хотела тебе принести в ней, ну, дитя, за себя вспоминает, уже с усмешкой, была меньшенькая. И в этой полотняной торбочке тебе хотела принести растительное масло. И вылила с бутылки, и понесла бабушке. Но когда несла, что оно, потекло. Говорит, да, не спрячешь. Это есть. Если это у вас есть и пребывает, то покажите. А куда деть жизнь Христову? Она есть. И, к сожалению, отрезают от тела Христового. И то, чтобы на земле понес такой нерадивый или брат бывший или сестра, наказывая, отрезают, чтобы понес суд на земле и не быть судимым в мире на время для дисциплинирования наказания тех, у которых жизнь Христа пришла к нулю. Но ее не видно совсем. Кто проявил неуживчивость, кто проявил скандальность. Когда нам предстоит с кем-то общаться, или это может быть группа какая-то, с которой нужно сделать материальный труд, духовный труд, мы иногда наперед интересуемся у ответственного или у служителя, который нам поручает подключиться к какому делу. А кто с нами будет в этой группе? Интересуемся. Это же таке. От всех грехов Бог избавил, от любопытства не избал. И когда мы знаем, что будет тот или та сестра со мной трудиться, и мы знаем их характер, мы говорим, ой, слава Господу, та работа пойдет так по маслу, два часа будем работать и не заметим. Человек такой. А вдруг попадается в эту группу человек с характером похожим на дикобраза, колючки. У него свое мнение, все не так, что ты не предложишь, оно будет отвергнуто. Это человек, который заставляет своим колючим характером считаться с ним. И что делают кроткие христиане? Говорят, ну ладно, хай будет так, наклоним голову, лишь бы мирно и тихо было, да? Но как тяжело с этими людьми? Час совместной работы как день проходит, день с ними жизни как год. Почему? Характер таков. Так подождите, Павел говорит о чем? Если Дух Святой запечатлел нас и поставил четкую печать, то по этой можно печати прочитать что-то о Христе в нас? Подождите, а если там характер такой, что не дай Бог, то что ж там за оттиск? И потому мы поем псалом «Чудное озеро Генесарецкое» такие слова «Что же неясно он в нас отражается?» хотя в другом псалме мы благодарим Бога за характеры наши не схожие. И когда наши не схожие характеры иногда начинают себя проявлять в поступках, а так еще неласково. Знаете, у евреев есть притча такая, в сказке ложь или в притче, но в ней намек. На берегу моря лежал камень, и волна сделала то, что делает обычно с камнями. Что она сделала? Этот камень на берегу моря, кто обратил внимание, даже мелкие камешки, даже и большой, на нем немае острых углов. Вы заметили, да? Почему? Потому что он в волне лежит. И на берег моря пришел молот. Молот, железный, тяжелый, годный на выполнение любой работы, даже самой трудной, даже с камнями. И он увидел, лежит этот камень гладюсенький, ровненький, такой полукругленький, ну, просто любо-дорого до него дотронуться. И он захотел сделать, сделать такой же самый камень. Облюбовал рядом валун, и камень начал по нему. Раз, два, три. Закончил работу, посмотрел, что получилось? Куски поотваливались, камень весь стал острый, угловатый, и молотниченый поймет. Спрашивает волну, слушай, а как у тебя получилось? Я работал, работал, а камень совсем не похожий на то, что получается от тебя. Она говорит, секрет состоит в том, что я не бью, я ласкаю. И было удивление одного брата христианина, который пришел на кладбище там у нас, и один посвящение своей жене написал на могильном камне. Тут у вас не такие аккуратненькие, не позволено иметь там большие такие, может быть, могильные камни, а в славянском пространстве ложат большие плиты и пишут там, изображения делают. И один своей жене покойно написал посвящение, здесь мы мучили друг друга, теперь же друг без друга отдохнем. А мы говорим, да, не будет этого. Прожила одна семья 25 лет в браке и как один день. Мы сами с женой недавно вспоминали, подожди, говорю, в январе 21, нет, 22 года, 22 года, как мы прожили. Говорю, ты поверишь этому? Она говорит, нет. Говорят, в счастье, там, где есть мир, согласие, основа Христового взаимопонимания, все семьи одинаковые, похожи друг на друга. А в горе каждая семья сама по себе, со своим горем. Я даже не заметил. И вот в одной семье муж и жена прожили больше, чем мы, 25 лет, и получилось так, что впервые за все время супрульской жизни жена, уже видно что-то с сердечком, моторчик немножко, она выделила, впервые за супрульскую жизнь попала в больницу, на стационар. Муж остался сам, дети взрослые выпорхнули из гнезда, и он ходит, нудится, непривычный, жена все делала, он был этим доволен, рад, благодарил Бога, а тут надо что-то такое серьезное приготовить самому. Он так вспоминал, вспоминал, думает, где-то у жены была книга-рецептор, и пошел на кухонном шкафчике, там, где совершают богослужения наши жены, три раза в день и даже чаще готовят пищу, искал, искал, искал книгу-рецептов, чтобы вспомнить, как борщ варить, божинка все время это делала, открывает один шкафчик, а там специи лежат, ну у вас сестры есть специи, ну в баночках, понимаете, да? И вдруг его взгляд упал на одну баночку, и на душе аж потеплело, о, жены нема, наконец выясню секрет, я помню, сколько мы с ней живем, 25 лет, она мне на кухне не позволяла заглядывать в одну створочку на весной шкафа, и именно там, где стояли специи, почему? Потому что среди баночек была одна коробочка, до которой она мне категорически запрещала дотрагиваться, знаете, когда люди друг друга любят, они повинуются, и ему что-то додило, главное, чтобы Бог благословил женою, детками, семьей, все нормально, ну нельзя-то и нельзя, она говорит, там секрет, и тебе его нельзя, а теперь, когда жены немае, но опять же, то же самое любопытство, это хорошо, но дуже захотелось, и чем больше нельзя, тем больше, хочется. написано, дочечка, все, что не будешь делать в своем доме, обязательно приправляй то с любовью. Вот почему эта баночка попала в специи, это приправка такая, да? Ну, вы знаете, сколько не носи греха, ее же надо открывать, и когда жена уже вернулась, он мучился, мучился, в праведной душе своей, бо грешник мучается, пока не сгрешит, мучается, ты не доволен, а праведник мучается, когда согрешит, и потому он опустил глаза, жена, я нарушил 25-летнее наше соглашение, ты мне запретила прикасаться к баночке с семейной тайной, а я ее достал, раскрыл, посмотрел, что-то такое было, но она ее так ласково пожирила, говорит, это посвящение, которое сделала еще моя прабабушка маме, бабушке, вернее, бабушка маме, а мама мне, а я уже дочке хотела, которая собирается выходить замуж, передать по наследству, а-а-а, закрутил баночку и назад, и есть такое интересное выражение, и так, мы уже близки к тому, чтобы выяснить, кто способен прощать? Миротворцы, правда? Потому что не может человек быть миротворцем, если у него не будет характера Христова. И Павел определенно сказал, определенно в жизни нашей произошли погребальные служения, мы умерли, и в смертном теле нашем открывается жизнь Христова только по той причине, что мы умерли, и только по этой причине жизнь наша сокрыта за Христом в Боге, потому что мы умерли, нет там нашего характера. Есть нечто в нас, может некоторое возразить, это темперамент. Вот, когда видят односельчане меня, идущего по селу, и кто знает моего отца по имени Яков, говорят, о, сын пешел, на меня, Сашко пешел, точно, как я, Вы знаете, я с этим даже не борюсь. Почему? Это темперамент, который передался от родителей, но с характером, но те, которые Христовы, те поработили, пленили, да, обуздали, все те, что было мое, мой характер, и тогда только начинает характер, оттиск Духа Святого, характер Христа открываться в нас. Итак, кто способен прощать тот, кто имеет характер Христов, миротворец? Наш криворский поэт, который любят и баптисты печатать, наши братья, и в 50-нических сборниках и журналах он выходит, написал, это целая теология в четырех стихах. Может, вы слышали ее о Юрии Каминске. Там сказано о Христе такие слова, четверостишия, теология в стихотворении. Облагородив нашу плоть и кровь на грани света и кромешной тьмы стал Сыном человеческим Христос, чтоб люди стали Божьими детьми, узнаваемыми, да, осоляющими вокруг, светом, теми, где жизнь Христову вообще спрятать нельзя, как город, укрытый или стоящий на вершине не может укрыться. Жизнь Христова в нас. Четкий оттеск понятен. Второй вопрос, что нужно для того, чтобы прощать? Что нужно для того, чтобы прощать? И Писание говорит, отложите вы все. Если наркоман просит, город у нас, где, наверное, до сих пор очень большая проблема с этим, и когда приходит благодать спасительная, то наркоман избавляется даже от ломки. Это не бывало. Физиологи, врачи говорят, это не может быть, это глубочайшая физико-химическая зависимость, которая травмировала до каждой клеточки, разнеслась во все ткани, и эта интоксикация долго выходит, а благодать Божья избавила. Наркоман встает, на следующий день нет. Мы говорим, есть какие-то условия, которые Бог дает нам для спасения со своей стороны, но нечто ожидает от нас. И так отложите вы все. Петр говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, что делай. Вот этот маленький член тела, который обуздать никто не может, надо на привязи держать, потому он из-за заборчика, из зубов хочет выскочить. И сколько беды делает. Отложите вы все. И называет шесть речевых грехов колосянам. Да, от крупного избавлены. Похоть, там, всякого рода отвратительные тяжелые грехи избавлены. Но говорит, отложите нечто есть в христианах еще, гнев, ярость, злобу, злоречие уст ваших, сквернословие уст ваших, и не говорите друг другу лжи, даже полу-лжи, полу-правды, полу-лжи. Говорит, язычок, кто хочет, кто любит жизнь и хочет видеть доброе, обуздай его. Молодежь подходит к пастырю и говорит, молодежь, не собираем. И якось, оно все стало не так, как было раньше. Раньше мы приходили, славили Бога, братья проповеди говорили, вообще другая атмосфера, дух был, и расходились с таким приподнятым настроением, сейчас радости нет. Пастыр, помолите, чтобы у нас радость была. А пастыр говорит, Галатам 5 глава, 21 стих, плод духа, любовь, мир, вы нарушили порядок, вы захотели иметь третье, не имея первых двух компонентов, чтобы была любовь, то есть, прошу прощения, радость между вами, нужно иметь любовь и мир. Почему грубки возникли? Почему одни не воспринимают других? Почему вы потеряли мир между собою, и любви нет? И Христос сказал, признаком человека, который способен прощать, быть миротворцем, и потому узнаешь, что вы, мои ученики, как вы отнесетесь друг к другу? Напрасно молиться о радости, если нет мира в семье, в церкви, в жизни, если нет любви друг между другом? И однажды один служитель Криворожский говорит, меня так дедушка жены научил в свое время ценить вот это качество и способность творить мир вокруг себя, как залог ликвидации конфликтов. Братья собрались в те годы, когда еще были гонения, и служителей посадили, пошли срока отбывать за Христа вузы, а мы остались, и дедушка жены был самым старшим, старейшему всегда слушает, он не рукоположенный, но как ответственный. И периодически, даже невзирая на эти слова, братья собирались на братский совет, братскую молитву, соберутся слово за слово, слово за слово, и как оно у нас бывает, иногда где-то что-то чуть-чуть не то, и между собой раз, накал, больше, больше, тут надо проводить братскую молитву или общение, а между братьями трения начались такие, дедушка как старший берет фуражку, одевает и в двери, где нет мира, нет Бога, только же начался братский совет, проходит время, братья опять назначают братский совет, приходят и опять сели, что-то рассуждают в одном мнении, сперва это разномыслие, это разногласие, все, дедушка опять фуражку на голову и в двери, где нет мира, нет Бога, на третий раз братья прикусили языки и научились и все пошло хорошо и потому что нужно для того, чтобы прощать есть очень хорошее такое место, два места, которые относятся к нашим взаимоотношениям, Колоссянам 3.18 оно касается клеточки в теле Христовом, есть клеточки, это наши семьи, Сатана очень хочет заразить раковыми опухолями нашим семьям, почему? Потому что из-за одной раковой опухоли в одном месте постигнет все тело. Колоссянам 3.18 Жены, повинуйтесь мужьям, как прилично в Господе. И второе место Ефесянам 5.21 Ефесянам 5.21 Апостол Павел призывает к такой жизни ходить, чтобы братья так жили между собой, что говорит при этом, говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Когда мы проводим курсы проповедникам, мы говорим, братья, если есть возможность, и вы владеете вторым языком, ну, допустим, даже украинским, возьмите и почитайте какое-то место для обогащения, еще и в другом переводе, это всегда хорошо, мы советуем это проповедникам. Я не знаю, доступно ли, будет и понятно на украинском, но однажды, когда я был в Черневецкой области старейшим епископом, брат Гриша Савчук, он говорит, вот у меня есть Новый Завет, переведенный на обновленный такой украинский язык, называется Великий Виткрытие, Большое Открытие, Откровение или Открытие. Говорит, открой Ефесянам 5, 21, а епископ всегда должен быть учителен, и мне всегда радостно, когда с такими старшими братьями, то есть епископами, учительными, есть возможность пообщаться. Я открываю это место Ефесянам 5, 21, читаю на украинском, «Підкаряючись один одному заради пошаны до Христа». Во многих переводах написано «в страсі Божьому», так, как и в русском, «в страсі Божьем». Говорит, заради пошаны до Христа, то есть ради уважения ко Христу. И когда люди подходили к царю раньше, к царю в державах, где был царский монархический устрой, они не шли к нему боком и тем более спиной, они шли передом, и что при этом делали? Как почтение царю оказать? Повинуясь. Это интересное слово в греческом языке, которое буквально говорит, если есть некий стандарт почтения, под который надо соответствовать, «Жены, наклоните голову свою под этот стандарт». Так переводится слово «повинуясь». Склонить свою голову под. Братья, сестры, повинуясь друг другу, я хочу сказать, я не думаю, что это будет неправильный перевод, чтобы видно было, как вы почитаете Христа. Это понятно, да? И потому, что нужно для того, чтобы простить? Когда наступает напряжение между двумя, нужно кому-то первому наклонить голову в почтении перед Христом, быть способным попросить прощения. Пусть это как маленькое исповедание, моя жена многому научила, у меня характер такой немножко, ну, я бы сказать, начерный-чрезмельный, но есть нечто, что иногда бывает там, перемыкает контакты, подгорает. Раз, и когда бывает, я ее обижу, бывает легкий вариант, она меня обидела. Раз, и замкнула. В этом состоянии человек не способен попросить прощения первым. Знаете, что она делала? Особенно, когда я ее обидел, и хожу, дуюсь, я ее обидел, я хожу, дуюсь, не разговариваю, у меня нет такой возможности, силы в себе найти. Что она делает? Она поступает по этой заповеди, говорит, как прилично, Господи, что надо сделать? Если почитаешь Христа, что надо сделать? Повинуясь друг другу. Она подходит ко мне, особенно больно, когда я виноват, и со слезами на глазах. Их не вызовешь, цибульки побрызгав сюда немножко, лука, да, и слезы потекли. Нет, она с сокрушенным сердцем, как миротворец, имея характер Христа в себе, первая подходит и зачищает мои контакты, и говорит, Саш, ты прости меня. Прости, что я, может, дала повед тебе повести себя так, а я понимаю, внутри меня все кричит, я виноват, и этот шаг я первый должен был сделать. Вы знаете, потребовалось едва ли два таких случая. Я был виноват, она первая просила прощения. И это было прилично в Господе. Это способность благословить другого, даже пусть обидчика. Подойти, почему? Ради почтения ко Христу. Аллилуйя. То пусть Господь поможет нам. Может быть, у кого-то именно в этот вечер, я не думаю, что нужно откладывать надолго, есть такая возможность, есть такое желание, выносите в себе где-то внутреннюю устроенность такую. Вы знаете, это такая змеючка, которая в сердце находится, и долго в непрощении ее можно носить. Там маленькое она гнездо свило, и это... Снимите это напряжение, сбросьте, чтобы быть чистыми, неукорезненными чадами, сосудами благопотребными нашему Господу. Снимите, может быть, даже сегодня, на этом месте, когда мы сейчас пойдем в молитве к Господу, а у кого может не силы, то выйти к алтарю можно и сказать об этом Христу, который в свое время показал на все вековые времена церкви, доколе Он придет, не для того, чтобы очищать наши характеры и очищать нас от греха. Он придет за ожидающими Его спасения, которые научились быть миротворцами, прощать и просить прощения друг у друга. И тогда сила была честивой жизни, будут сопровождать вас дома, будут сопровождать вас на работе, будут сопровождать вас в церкви, везде, куда не ступит нога ваша и моя тоже. Проповедуя вам, я говорю, в первую очередь сам себе. Давайте пойдем в молитве пред лицом Господнем. Аллилуйя! Господь! Господь!